МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие! В эфире «Ручной мир» и я, Ольга Полякова, в программе о домашней косметике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы познакомились с мыльной основой, со специальным полуфабрикатом, которым очень легко пользоваться, который растапливается до состояния, похожего на воду, и из которого легко сделать собственные мыльные отливки. Следующая проблема, с которой сталкивается каждый мыловар, это где взять красивую формочку для своего мыла. На самом деле формочка не проблема. Оглянитесь вокруг, их рядом с вами полно. Обычно знакомство с формочками начинается с похода в супермаркет. Начинающий мыловар берет в руки какой-нибудь молочный продукт, переворачивает его и видит красивую формочку для мыла. Следующим шагом он ходит за продуктами, уже выбирая их не по марке и не по пользе, а потому, в какую формочку они налиты. На самом деле эти мыловары правы, потому что из творожков и йогуртов получаются очень красивые и милые отливки. Их удобно держать в руке. А если они плохо вынимаются из формочки, такую формочку можно считать одноразовой. Часто на донышке молочных продуктов есть какая-то маркировка. Она останется и на вашей отливке. Насколько она вам здесь нужна, думайте сами. Если маркировка мешает, ее легко убирать. Мы просто счищаем ее ножом. Мыло становится ровным, гладким и без всяких лишних опознавательных знаков. Следующая мысль, которая приходит в голову, это использование маленьких кухонных контейнеров. Принцип тот же. Выбирайте те контейнеры, которые можно согнуть. Негнущаяся стеклянная формочка осложнит работу. Мыло из нее вынуть будет сложно. То же самое касается формочек металлических. Если формочка хотя бы немножко гнется, мы сможем вынуть из нее мыло практически без проблем. Если формочка жесткая, нам придется долго-долго ждать, пока наше мыло усохнет. И то нет никакой гарантии, что оно не прилипнет к стенкам. Выбирайте формочки, которые можно деформировать, покачав их стенки. Еще одна частая мысль, которая посещает головы молодых маловаров, это взять детскую формочку для песка. Посмотрите, вот эти формочки в хитах мыльных сообществ уже в течение нескольких лет. Мыло действительно получается очень хорошим. Такие отливки смотрятся хорошо, даже если они одноцветные. То же самое. Мы качаем стенки формочки. И мыло остается у нас в руках. Надо сказать, когда я стала делать мыло, я научилась хорошо делать с детьми куличики, потому что принцип их вынимания абсолютно такой же. Хорошо утрамбовали песок, потом покачали стенки и вынули. Единственная сложность, которая может у нас возникнуть, это как формочку поставить, чтобы она не качалась. Для этого возьмем небольшой контейнер, который нам подойдет по размеру. И положим в него формочку на края. Уровень мыла будет ровным, и вся фактурность формочки останется внизу. Таким образом, задняя сторона мыла у нас будет красивой. Формочки могут быть и маленькими, и большими. Единственное, что выбирайте формочку такую, чтобы ее было удобно держать в руке, ведь это ваше будущее мыло. Найдется ли у вас мыльница такого размера? Следующая идея – это формочки для льда. То же самое. Выбираем формочки, которые удобно поставить. Вот эта формочка специально снабжена ножками, ее уровень будет ровным. Это хорошо. Палочку вынем и сюда нальем красивое мыло. Следующая идея похожа на идею, которую только что показала. Это маленькая формочка, в которой дети делают красивые фигурки из пластилина или из застывающей глины. Такое мыло будет очень маленького размера, но даже такая маленькая отливка может пригодиться. Эту фигурку можно заплавить в большой кусок, приплавить к большому куску, ну или использовать как маленькое гостевое мыло. Такие фигурки тоже вполне могут пригодиться дома. На что стоит обратить внимание в этих формочках? То же самое. Внутри формочки может оказаться маркировка. Все пропечатается на вашей отливке. Нужно ли вам, чтобы надпись Made in China была на вашем мыле, решайте сами. Два варианта. Либо мы зачищаем надпись сразу, чтобы она у нас не отпечатывалась на отливке, либо делаем отливку как есть, и после этого ножом аккуратно срезаем ту часть мыла, которая нам не нравится. Просто зачищаем поверхность. Такую формочку тоже придется ставить в какой-то контейнер, чтобы она держалась ровно. На кухне у нас, скорее всего, найдутся разные формочки для льда. Чем мягче формочка, если она сделана из гибкого пластика, тем легче из нее вынется мыло. Даже если оно не до конца остыло, оно будет сохранять свою форму и легко выниматься. Чем жестче формочка, тем сложнее наша задача. Нам придется долго ждать, пока отливка не станет совсем твердой. Иначе мы можем ее поломать. Нам могут встретиться интересные формочки, которые лежат в упаковках от конфет. Мыльная основа топится всего-то при температуре 40-60 градусов, поэтому мы можем себе позволить отливать мыло в очень тонкие формочки. Они не изменяют свою форму, и мы можем получить интересные отливки. Это может быть полуфабрикат для дальнейшей работы, а может быть вот такой маленький гостевой кусочек мыла на один раз. Нам могут встретиться гибкие формочки для кексов, пирожных или для желе. Это тоже прекрасный материал для работы. Как и гибкая формочка для льда, эта формочка позволит легко вынуть мыло. Так как формочка не глубокая, отливка быстро застынет, но и мы быстрее получим результат. Формочки могут быть покрупнее. Обычно они продаются на больших листах. Удобно при хранении формочки эти разрезать на отдельные части. Формочка хорошо стоит, она не падает. Удобно вынимать мыло и не придется ждать, пока все отливки застынут. Эта отливка сделана в несколько шагов, в несколько слоев. Посмотрите, какой получается красивый мыло. Мунное пирожное. Формочку с дыркой тоже хорошо и красиво можно использовать. А еще нам встречается много пластиковой упаковки. Из нее можно делать фигурки к Пасхе. Вот такое лицо. Нам могут встретиться упаковки от игрушек. То, что сверху, предохраняет игрушку от внешних воздействий, пока она еще в магазине. Такие формочки тоже могут стать основой для будущего вашего мылотворчества. Основной принцип. Чем более негибкая формочка, тем сложнее задача извлечь из нее аккуратно мыло. Чем больше формочек стоит рядом, тем медленнее остывает готовое мыло. Поэтому, если есть возможность, мы покупаем формочки гибкие и разделяем их. Если они могут стоять по одной, или оставляем по две, если это необходимо, чтобы формочка стояла аккуратно и не качалась. У меня на столе уже целая куча формочек, но это еще не все. В наборах для детского творчества можно найти красивые маленькие фигурки. Эти формочки подходят и для мыла тоже. Посмотрите, вот такое маленькое мыло тоже можно получить из такой формочки. Опять же, формочка не очень гибкая, она сделана из пластика. Детям с такой формочкой работать тяжело. Они любят, чтобы мыло получилось очень быстро. Быстрее хотят его вынуть. Формочка такая служит недолго. Края у нее очень быстро разрушаются. Поэтому два способа поведения. Либо мы делаем это сами, не подпускаем никого. Ну, либо просто знаем, что эта формочка всего на несколько раз. Итак, вокруг нас очень много формочек, которые подходят для отливки мыла. Разные предметы из разных областей. Главное, чтобы можно было их немножко деформировать, чтобы они хорошо стояли. Но и это еще не все. На кухне нам могут попасться кондитерские высечки. Это тоже можно использовать, чтобы создать красивое собственное мыло. Я думаю, что имеет смысл подбирать для работы те высечки, форма которых легко узнаваема. Ну, например, вот в такой при желании можно узнать Деда Мороза, но без объяснений, боюсь, не каждый это поймет. Звездочку же легко опознает любую. Сейчас я покажу, как при помощи такой высечки можно сделать красивую фигурку. Итак, для того, чтобы что-то высечь, мне нужно это что-то сначала отлить. Я взяла большой пищевой контейнер и налила туда слой прозрачного мыла, который я покрасила куркумой. Теперь, как мы помним, нам нужно покачать стенки контейнера, чтобы можно было извлечь наш готовый мыльный блок. Посмотрите, мыло отлипло от стенок и от донышка. Теперь я могу аккуратно перевернуть свою отливку и извлечь мыло. Такое мыло очень большое. В мыльницу его не положишь. Но, собственно, сейчас я и не хотела это делать. Я хотела его уменьшить и сделать фигурным. Я положила высечку и просто, как вы работаете с тестом, нажала сверху. Это мыло содержит много глицерина. Это свежая отливка, поэтому никаких трещин у нас не возникает. В принципе, даже если отливка была бы в два слоя, я могла бы прорезать их оба, и у нас бы получилась двухслойная высечка. Сейчас высечка будет однослойной. Ну вот и готово. При большом желании я могу закрыть эту дырку с другой стороны и сделать сюда еще одну отливку. У меня будет мыло со вставкой. Мыло я выбрасывать тоже не буду. Я смогу его переплавить, придать ему новую форму. А сейчас я просто выну то маленькое мыло, которое я высекла. Такие фигурки тоже могут использоваться как самостоятельно, так и в соединении друг с другом. Их можно разложить, опять же, в большую форму, залить другим цветом мыло. И у нас будет отливка разноцветная. Большой блок можно будет нарезать на квадратики или на прямоугольники, или на треугольники, как захотите. Еще одну звездочку я смею здесь вырезать. Ну вот. Я думаю, с этим упражнением справятся все, ведь это совсем не сложно. Посмотрите, таким мылом можно пользоваться. Каждая из них сгодится на один или два раза, как гостевое или дорожное. Эти же фигурки могут быть украшением для большого мыльного блока. Для начала я немножко остужу такое же количество мыльной основы, которым буду заливать готовые фигурки. Я возьму прозрачную мыльную основу, потому что иначе моих фигурок не будет видно. Я не буду ее красить, чтобы мои фигурки были хорошо видны. Я лишь могу добавить сюда ароматизатор. Можно ароматизировать эфирным маслом. Можно добавлять специальные ароматизаторы, предназначенные для косметики, в том числе и для мыла. Сейчас мыльная основа должна постоять. Если я сразу залью ей фигурки, мыло горячее, и фигурки расплавятся. Я не хочу, чтобы это произошло, поэтому какое-то время подожду, пока мыло не начнет остывать. И вот уже застывающим мылом я смогу залить вот эти красивые фигурки, чтобы получилась единая композиция. А пока я жду, я расскажу о том, как сделать круглое мыло. Я хочу сделать круглое мыло. Где же мне взять для него формочку? Я возьму круглую тубу от шампуня, который у меня кончился. Я отрезала и верх, и низ у формочки, потому что в противном случае мыло будет невозможно вынуть. Когда у нас формочка сквозная, его можно будет просто вытолкнуть. Но это возможно, если формочка не очень большая. Дно сделать ей несложно. Мы возьмем пищевую пленку или любой пакет и затянем дно этой формочки. Вот такой пленкой. К сожалению, несмотря на то, что эта пленка довольно липучая, сама себя под весом горячего мыла она держать не будет. Поэтому края формочки, а лучше и низ, мы зафиксируем скотчем. Я использую малярный, потому что его легко можно отрывать. Ну, а кроме того, бумага быстрее перерабатывается в природе, в экологии. Итак, я приматываю пленку к краям формочки и фиксирую дно. Иначе под весом мыла пленка прогнется, и мыло начнет вытекать по краям. Нам это совершенно не нужно. Сейчас наша формочка готова к отливке. Единственное, что нужно предусмотреть, чтобы она у нас не упала. Поэтому перед тем, как начать работать, ее можно поставить в какой-нибудь стакан. Если я хочу сделать круглую отливку побольше, я возьму и банку побольше. Дно здесь точно нельзя оставлять, потому что мыло свое я вынуть не могу. Но даже из такого цилиндра вытащить мыло будет сложно. Удобно сделать формочку разъемной. Я разрезаю ее края. И у меня получается вот такое полотно, которое я могу соединить как ровненько, так и уменьшить размер своего мыла произвольно. Для такой формочки нужно сделать дно из пленки или из пакета. То, что есть под рукой. То, что вам удобно сейчас в данный момент использовать. Если ни пленки, ни пакета нет, возьмите бумагу. Обычная офисная белая бумага не пропустит мыло и тоже может сослужить нам службу. Станет донышком нашей формочки. Ну а сама отливка происходит точно так же, как мы с вами и делали. Мы с вами растапливаем мыльную основу, ароматизируем ее, красим, добавляем в нее то, что хотим видеть в своем мыле. Может быть, лепестки цветов или какой-то скраб. И заливаем мыло в формочку. Даем ему остыть, после чего легко извлекаем. Проверим, готова ли наша мыльная основа к работе. Посмотрите, сверху начала образовываться пленка. Как на какао или молоке. Это хорошо, значит, мыло застывает. Важно не пропустить этот момент, когда внутри оно еще жидкое, но не застыло по всей глубине. Самое время делать отливку дальше. Мы возьмем наши маленькие фигурки и вынем их из формочки, потому что под лежачий камень вода не течет. Мы же не хотим, чтобы снизу наши фигурки торчали. Теперь мы наполняем нашу формочку прозрачной мыльной основой. Она у нас уже ароматизирована, цвет нам здесь не нужен. И вот теперь сюда можно поместить наши маленькие отливки. Так как мыло у нас уже холодное, отливки не подплавляются. А если и подплавятся, то совсем-совсем немножко. Это не страшно. И немножечко доливаем мыло сверху, чтобы фигурки закрылись. Осталось подождать, пока наше мыло застынет. У нас получится мыло с фигурками внутри. Подводя итог, мы можем сказать, что формочек для мыла рядом с нами действительно много. Стоит оглядеть кухню или зайти в ближайший супермаркет. Давайте посмотрим, что у нас получилось с последней отливкой. Она застыла. Я снова качаю стенки контейнера. Мыло отлипает, отходит от стенок и от донышка. Переворачиваем. Нажимаем на дно. И вот получилась наша отливка. Время посмотреть, что получилось с круглой отливкой. Я убираю скотч, который фиксировал донышко. Посмотрите. Мыло все-таки немножко пролилось. Мы не зря зафиксировали пленку. Снимаем скотч и открываем формочку. Посмотрите. Пока еще не очень понятно, но если мы сейчас нарежем этот столбик на шайбы, мы увидим, какое красивое мыло мы сами сделали. Давайте попробуем. Мы немножко поторопились, но этот мыло застынет быстро. Посмотрите на просвет, видно лепестки. Это было мыло круглое, с лепестками колен. Мы сами убедились. Вода принимает любую форму. И мыльная основа, которая растапливается и становится похожа на воду, тоже принимает любую форму, которую мы ей придаем. Оглянитесь вокруг. Формочек для мыла много. И если вы будете внимательны, вы всегда сможете быть во всеоружии. На этом все. В следующей программе мы познакомимся с красителями для мыла. С вами была Ольга Полякова в программе о домашней косметике. Всего вам доброго и берегите себя. Дети меня... Ольга Владимировна, мы вас видели. Я говорю, да-да-да. Я им рассказала, говорю, что вот там типа пять программ снимали. И вы что, у вас что, все идеи из этой программы? Я говорю, да нет. Это мои идеи, этот программ снимал. Редактор субтитров А.Семкин